В этом видео я покажу, как делаю заготовки и полуфабрикаты на две недели вперед. Делаю это для того, чтобы освободить свое время. Ближайшие две недели меня ждет напряженный период, когда не будет времени готовить. То есть не будет двух часов времени каждый день, чтобы готовить завтрак, обед, ужин. Но будет минут 15-20 и этого времени будет достаточно, чтобы приготовить еду из полуфабрикатов и заготовок. Сейчас вы видите 12 разных полуфабрикатов и заготовок. Тут 4 заготовки для завтрака, 4 заготовки для обеда и 4 заготовки для ужина. Так как все порции рассчитаны на 3-4 приема, то этого хватит ровно на две недели для семьи из 4-5 человек. Сначала я покажу, как все выглядит в готовом виде, а потом расскажу, как это готовится. Внизу этого видео есть ссылка на меню и рецепты. Переходите по ссылке, чтобы вы их могли скачать. Для этого надо подписаться на рассылку. Заготовка домашних полуфабрикатов это процесс, который можно разделить на 4 части. И первое это не тогда, когда мы начинаем готовить. Первые части это подготовка. То есть на самом первом этапе нужно выбрать рецепты, нужно составить меню, составить сценарий, то как вы это будете делать. И в виде такой подготовки мне помогают шпаргалки. Во-первых, я всегда вот и меню, и рецепты распечатываю, чтобы они были под рукой, чтобы ничего не держать в уме, не вспоминать и готовить уже на полуавтомате. Во-вторых, я всегда использую вот такие шпаргалки. Они у меня сделаны в виде справочника по заморозке. Вот здесь вот есть правило, как замораживать, как делать заготовки, полуфабрикаты всех блюд, всех продуктов, которые я чаще всего готовлю. Но вот у меня шпаргалка это тоже помогает держать перед глазами, а не держать в уме то, что мне нужно будет сделать. То есть что нужно подготовить? Нужно подготовить меню, сценарий, рецепты. Все это в распечатанном виде. И обязательно еще список покупок, потому что список покупок и купить продукты это как раз и есть второй этап. То есть очень советую продукты покупать за день до, потому что у нас и так день, когда мы готовим полуфабрикаты, он и так достаточно насыщенный, чтобы не терять силы, не терять время. Продукты покупаем до, и часть из них тоже готовим до. Ну, например, можно замочить фасоль, сделать фарш и какие-то такие предварительные кулинарные операции. Третий этап, это уже, собственно, готовка тогда, когда мы готовим. И четвертый этап, это упаковка, это заморозка, когда мы готовим для какого-то хранения краткосрочного или иногда даже на долгий срок. Когда меню составлено, сценарии готовы, рецепты распечатаны, куплены продукты, приготовление начинается с того, что я все продукты, которые мне нужны, достаю, и они должны быть в одном месте, так удобнее будет готовить. Вот здесь продукты для всех заготовок, которые я буду в течение дня готовить. Находятся они рядышком у меня под рукой, и я уже не буду тратить время для того, чтобы метаться по всей кухне и искать, где у меня что находится, все, что мне пригодится. Сейчас вот здесь вот на расстоянии двух рук, и я могу быстро уже готовить. После того, как я все продукты собрала в одном месте, их нужно подготовить. Ну, например, почистить картошку, помыть морковь, тоже очистить, лук нарезать и так далее. Это будет второй этап приготовления. Причем все вместе я делаю все подготовительные кулинарные операции сразу со всеми продуктами. Вот так это выглядит на первом шаге, когда продукты просто подготовлены к кулинарной обработке. А вот так это выглядит уже на втором шаге, когда продукты подготовлены к приготовлению. Что изменилось? Подготовлена капуста для голубцов, она помыта и вырезана кочерыжка. Здесь клубника наша очищена, сельдерей промыт, очищена от шелухи лук, чеснок промыт, то же самое свекла подготовлена для борща, очищена морковочка, перчик и картошечка. Здесь у нас шпинат и зелень, которая понадобится для того, чтобы ньёки приготовить. Разобрана по соцветиям и помыта капуста цветная и брокколи. И на этом этап подготовки продуктов закончен. Первый полуфабрикат, который мы готовим, это концентрированный бульон. Для этого нам понадобится курица и разные коренья для того, чтобы бульон ароматизировать. Пока готовится бульон, я приготовлю зелёные котлеты из брокколи, цветной капусты и картофеля. Для этого картофельные клубни надо тщательно промыть вместе с кожурой, вскипятить воду и подсолить. Картошку опустить в кипяток и закипятить, варить до мягкости. Время варки зависит от размера и сорта картофеля. Нужно примерно 20 минут, чтобы картофель стал мягким. Вареную картошку достать из кипятка и остудить. В отдельной кастрюльке вскипятить воду, немного подсолить. Опустить в неё цветную капусту и брокколи. Кипятить и варить 8-10 минут. Если овощи свежие, предварительно разобрать их на соцветии и варить столько же времени. Отваренные овощи откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Оставить на 15-25 минут, чтобы стекла вся от жидкости. В кипящую подсоленную воду всыпать зелёный горошек, свежий или замороженный. Варить 5-8 минут с момента закипания. Откинуть на сито и оставить на 10-15 минут, чтобы стекла вода. Пока варится бульон и овощи для зелёных котлет, время заняться творожными кнедлями с клубникой. Для этого смешаем в миске творог, яйцо, муку, соль, сахар. Перемешаем. Тесто останется липковатым, но так и должно быть. После этого добавить растопленное сливочное масло. Опять всё перемешать и тесто станет уже почти нелипким. Прикрыть миску с готовым тестом и поставить его минут на 15 в холодильник. Пока тесто отстывает в холодильнике, самое время подготовить клубнику. Ягоды промыть, удалить хвостик и обсушить на бумажном полотенце. На влажной ладони из небольшого количества теста сформировать лепёшку. На середину выложить клубнику. Обернуть ягоду тестом и хорошенько запщипнуть края. Немного покрутить между ладонями, чтобы поверхность кнедлика стала более гладкой. В чашу блендера добавить соцветия капусты, горошек, нарезанную зелень и картофель. Измельчить всё до однородной консистенции. Можно пропустить через мясорубку. Всыпать к овощной массе цельнозерновую муку, перемешать. Добавить соль, перец, кориандр. Опять перемешать. Овощная масса получается довольно густой и хорошо поддаётся формовке. Если всё-таки фарш получился не таким густым, количество муки нужно увеличить до желаемого результата. И для формовки ложкой берём порцию овощной массы, выкладываем на подпыленную мукой доску, обсыпаем мукой, скатаем шарик, приплюскиваем с разных сторон, придаём желаемую форму и всё готово. Итак, у нас два блюда готово. Теперь мы приготовим отбивные из курицы. Вот лишний жирок срезаем, он нам здесь совершенно не нужен. Вот эти все лишние части. И делим филе на две, если у нас очень крупное, то и три части. Делаем это вот так вот. Отбивные солим и перчим со всех сторон. И отбиваем, чтобы брызги не летели, мясо во все стороны, можно покрыть пищевой плёнкой. Ну вот у нас получается отбивные. В каждой такой башенке у меня их три. Это получается на ужин на всю семью. Здесь 6 штук, 6 отбивных в одной такой порции. Теперь ставим вариться фасоль. Проще всего это сделать в мультиварке на режиме тушения. А пока фасоль варится, займёмся голубцами. Голубцы я готовлю по классическому рецепту. Мне нужны будут листья капусты, которые я предварительно, чтобы стали мягкими, размягчаю в микроволновке. Отварной рис, обжаренный лук и фарш. Для начинки смешивается лук, рис, фарш. Фаршируются голубцы. И в таком виде, до этапа тепловой обработки, всё это идёт в заморозку. Параллельно вместе с приготовлением голубцов я готовлю фрикадельки. Тоже очень простой рецепт. Батон, молоко, мясной фарш, соль и специи. Нам нужен батон измельчённый. Его заливаем молоком. И добавляем в фарш, солим, перчим по вкусу. В этой сковородке находится такая пассеровка, которую я называю универсальной заправкой для чего угодно. То есть это пассеровка, которая часто добавляется в супы или во вторые блюда, или даже в начинку, в разные пироги, пирожки. Что здесь? Это лук, пассеровочка, морковь. У меня здесь ещё сельдерей и немножко зелени. И вот куда это пойдёт? То есть половина примерно пойдёт вот в такую заготовку для борща. Здесь капуста, свёкла. И сюда же я добавлю вот эту универсальную заправку. Это будет такой полуфабрикад для изготовления борща. Только без картошки. Всё остальное здесь уже есть. Вот я эти полуфабрикады сейчас приготовлю. Оставшуюся часть пассеровки я перекладываю в контейнер и заливаю маслом. Она тогда будет храниться очень долго в холодильнике, до двух недель. И уже готов и отфильтрован бульон. Такой полуфабрикад, который я, скорее всего, буду использовать, когда буду готовить борщ. Осталось приготовить три завтрака в виде полуфабрикада колбаски. Начнём мы с овсяного печенья. Я масло растираю с сахаром. Всё это делаю в кухонном комбайне. Добавляю яйцо, муку, соду, овсяные хлопья, овьехи. И замешиваю крутое тесто. Тесто складываю в колбаску. И это и есть полуфабрикад. Перед приготовлением нужно будет нарезать поперёк ломтиками, толщиной около сантиметр. И запечь в духовке. Теперь готовим сырники. По самому простому рецепту, смешивая вместе все ингредиенты. После этого тесто формуем в колбаску. И вот в таком же виде, в виде колбаски, я замораживаю. Уже после разморозки буду нарезать поперёк на каждый сырничек. И сырники буду либо обжаривать, либо готовить на пару, либо запекать. Осталось последнее блюдо. Ньокки со шпинатом. Для этого я картошку отварила. Откинула на дуршлаг и она остыла. Можно уже дальше готовить. Вымытый шпинат нарезать. Окатить кипятком зелень. И сразу же воду слить. Смешиваем все ингредиенты с помощью того же кухонного комбайна. Вот здесь находятся завтраки. Вот это кнедли с клубникой. Творожные шарики. Внутри кусочек клубники или небольшая целая клубничка. В этом пакете они уже подморожены и будут храниться в морозилке. Это овсяное печенье. Тоже в виде полуфабриката. Когда нужно будет приготовить, я его вот так вот разрежу. Поперёк на кусочки толщиной примерно полсантиметра-сантиметр. И запеку в духовке и будет овсяное печенье с грецкими орехами. Это ньокки со шпинатом. Состав картофель, сыр, яйцо и шпинат. Они такие зелёненькие. Разрезается тоже поперёк и варится точно так же, как и все обычные полуфабрикаты. Это сырники, то есть будущие сырники. Опять же, полностью они в готовом виде, тесто в готовом виде. Останется только нарезать и сырники пожарить, либо приготовить в духовке, либо на пару. Вот это заготовка для борща. То есть, по принципу, просто добавь воды. Здесь капуста, свёкла и уже универсальная такая пассеровка из лука, моркови, зелени. Бульон находится вот тут, тоже заготовка. Закипает бульон, добавляется картофель, потом капуста. Всё это начинает закипеть, 5 минут кипит. Потом свёкла опять начинает кипеть и уже потом пассеровка. И так очень быстро, как из конструктора, собирается борщ. Вот у меня здесь две заготовки на два борща. Пассеровка для супа или для каких-то вторых блюд, или для начинок. Тут лук, морковь, пассеровка, сельдерей, зелень. Можно по столовой ложке добавлять во все блюда, которые я чаще всего и готовлю. Здесь три контейнера с фасолью. Один контейнер будет использован для приготовления фасолевого супа. Это уже полностью отварная готовая фасоль. Один контейнер я буду использовать, когда буду готовить салат с фасолью, со свежими овощами. А этот контейнер, это будущая заготовка для лобио. То есть нужно будет только добавить приправы, специи, орехи, овощи. И лобио очень быстро собирается, потому что фасоль готова к быстрому использованию в других блюдах. Тоже полуфабрикат. Это фрикадельки. Они уже, видите, здесь подмороженные. Здесь либо на суп с фрикадельками их можно использовать. То есть одну часть я планировала использовать, чтобы приготовить суп с фрикадельками очень быстро. А вторую часть для тушения. То есть это такие будущие митболлы, которые можно потушить в соусе. Здесь находятся голубцы. Голубцы вот в таких контейнерах. Тут где-то 7-8 штучек. То есть на 3 ужина или 3 обеда для нашей семьи. Один пойдет в морозилку, один в вакуумацию пойдет и будет храниться в холодильнике. Ну и второй, скорее всего, используем сегодня или завтра. Это отбивные. То есть они уже отбиты со специями, поперчены, посолены. Ну, здесь кажется, что это один кусок мяса. Но на самом деле здесь 6 отбивных. Они просто рядышком сложены. Пойдут в заморозку. И когда нужно будет разморозить, вот по одной сразу на сковородку или в духовку. У меня их 3. Это на 3 ужина для моей семьи. Еще одна заготовка. Я их называю зеленые котлеты. Состав тут зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, картофель. То есть постный такой веганский вариант. И скорее это ужины не на всю семью. Скорее это для меня. Потому что я только в семье люблю такие овощные котлеты. Я их обычно готовлю на пару. И вот для меня такие 3 обеда или 3 ужина в разных вариациях. Ну, еще иногда старшая дочка ест. Поэтому тут по 5 штучек в такой каждой заготовке. Вот так все вместе это выглядит. С такими заготовками и полуфабрикатами я могу готовить по-настоящему очень быстро. Тратя на каждое блюдо в среднем по 15 минут. А если вам интересны рецепты, тогда в описании к этому видео я оставлю ссылку на подписку. Добавляйтесь в рассылку. И я вышлю не только рецепты, я вышлю в меню. Плюс я еще создам клуб для тех, кому интересна эта тема. Кто тоже делает заготовки, заморозку, полуфабрикаты. Чтобы вы могли посмотреть, как это делают другие девочки. Обменяться идеями, обменяться рецептами. В общем, будет интересно. Подписывайтесь и добро пожаловать в наши ряды. Субтитры создавал DimaTorzok